Какие новости в Республике? Какие новости в Республике? На самом деле здесь важны тренды. Важно, что за два месяца не исправить ситуацию, экономика это такое состояние, которое меняется в отдельных отраслях годами. Ну хорошо, давайте в программе это обсудим. Ну что, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова программа Патриотическая позиция. И сегодня мы обсуждаем наш основной вопрос. Неделю назад, скажем так, сменился состав исполнительной власти, поменялся первый руководитель, временно исполняющий главы республики, стал Денис Владимирович Пушилин. И, соответственно, весь Совмин, который был до этого, получил приставку исполняющей обязанности. После этого начались новые назначения. Ну, собственно говоря, о новых назначениях, новых тенденциях и трендах в исполнительной власти мы поговорим сегодня. И у нас сегодня в гостях депутаты Народного Совета Екатерина Губарева и Евгений Орлов, фракция «Свободный Анбас». И я, Мирослав Руденко. Ну что, кому первый вопрос-то задавать? Какое у нас самое актуальное, скажем так, актуальное изменение в составе Совета Министров? Ну, я бы хотела все-таки такой пример привести сейчас или, может быть, начать немножко с этого. Буквально утром в социальных сетях я свои просматривала, и была женщина, которая задала мне вопрос о том, что, понятное дело, что достаточно сложно будет сориентироваться, с учетом того, что и Дениса Владимировича Пушилина мы не видели, ну, как главу, как человека, который возглавляет органы исполнительной власти. И Совет Министров совершенно новый, то есть старому мы уже как бы особо и апеллировать не можем, да, и предъявить особо ничего. Ну, не весь новый, это надо по процентам посмотреть. Хотя какие-то министры остались, да, сейчас все люди новые, конечно же, они будут очень много обещать, с самого начала стартанут, и, скорее всего, так как заявлено обновление команды, и это команда, с которой Денис Владимирович, скорее всего, будет идти на выборы, понятное дело, что сейчас они будут очень много обещать. Я бы хотела обратить внимание, то есть я думала, что на этот вопрос ответить, и, собственно говоря, вопрос был чуть шире, то есть очень многие кандидаты, которые выдвинулись на пост главы, и, я так понимаю, что и в депутатский корпус будут выдвигаться, в том числе Павел Губарев заявил о своем выдвижении, ну, о желании выдвинуться на кандидата на пост главы. Ну, и, конечно же, свободный Донбасс об этом участвует, Евгений Аров уже об этом говорил. То, собственно говоря, как людям понять вообще, то есть где будет предвыборная риторика и обещания, и где конкретные шаги, которые потом мы сейчас о них заявляем, а потом их будем, там, пять лет выполнять. Вокруг это уже ломают копии, а более-то уже из заявления и политиков, которые даже заявили себя как кандидаты на главу, да, и просто в социальных сетях группах, да, вот, то есть, говорит, что сейчас будет много обещаний, да, ну, так как в этом вале разобраться? Ну, я ответила так, и, собственно говоря, этого придерживаюсь, и, несмотря на то, что там были бы выборы, не было бы выборов, свободный Донбасс, он остается, мы остаемся, да, и тот вектор, который был нами обозначен, с самого начала, и все то, что мы делали весь этот период времени, все те проекты, все те направления, мы будем их придерживаться. То есть, и для нас, по большому счету, обновление Совмина, да, это, конечно, большой плюс, и мы его очень поддерживаем, да, и там, сейчас мы будем об этом говорить, вот, но в целом те критерии, которые были для прошлых министров, для прошлой работы прошлых министров, они все остаются, и те требования, которые мы выдвигали, и те, все то, что мы раньше планировали делать, и требовали делать, все то же самое, я бы сказала, даже, может быть, с удвоенной силой, потому что это новая команда, и уже к ним однозначные требования будут на порядок выше. Собственно говоря, я бы хотела, чтобы мы сегодня об этом поговорили, может быть, более предметно какие-то маркеры расставили для того, чтобы не только мы могли отслеживать эту работу, ну, эффективность работы этих министров, потому что понятно, что сейчас вся повестка будет направлена на то, чтобы их максимально положительно подсвечивать. Мы хотим сегодня эти маркеры расставить по многим министерствам, да, и поговорить вместе с вами, я так понимаю, что и продолжение передачи будет еще дальше с нашими коллегами, для того, чтобы и наши зрители, наши избиратели, люди, которые живут в этом государстве, вместе с нами могли потом по этим маркерам оценивать работу нынешнего состава министров. Ну, давайте уже начинать, собственно говоря, либо конкретные примеры, конкретный маркер, персональный, то есть что изменилось, да? Давайте Евгению слово дадим. Ну, на самом деле, я далек от просто радужного восхваления нового состава Совета Министров, потому что мы должны критически подходить в любом случае к и его составу, и его действиям, потому что за этими министрами стоят прошлые команды пока что. Совершенно очевидно, что войти в курс полностью дела за два месяца людям, которые долгий период времени ни в политике, ни в государственном управлении не были, или я имею в виду новых министров, довольно-таки тяжело, поэтому во многом это просто кредит доверия. Но в целом хотелось бы сказать, что вот мое простое понимание, как и многих жителей ДНР, нам достаточно просто прекратить врать. То есть у нас очень долгий период была ситуация, при которой у нас существовало ДНР по телевизору, где министры откровенно вешали лапшу на уши, и была реальная ситуация. То есть вот я жду от действующих исполнительных органов власти, что они наберутся смелости, наберутся ответственности, да и в принципе просто будут относиться к этой работе как реально к гражданскому долгу, поэтому прекратят пиариться на совершенно дутых проектах. То есть, например, мы все помним вот этот замечательный автобус, который где-то там постоянно ездил, кто-то там постоянно за рулем ездил, что-то там пиарили и тому подобное, а потом в конце года, 17-го года Грановский в Народном совете говорит, ну мы их пока не собираем, мы просто зарегистрировали фирму, которая здесь является представителем ПАЗа. Ну вот это совершенно неудобоваримая ситуация, и, конечно, в таком контексте любая критика в отношении Грановского, она беспредметна, потому что на самом деле дел не было, был только пиар. Второй пример, который тоже очень значительный, это Юзовский методический комбинат. В узких кругах, так сказать, политических всем известно, что проект, ну, откровенно говоря, дохлый и непрощитной рентабельности, а использовался только для того, чтобы брать у частного бизнеса под это дело деньги, а потом эти деньги куда-то исчезали. Поэтому в таком контексте, конечно же, вот это кукольное представление о своей деятельности, нам необходимо отметать, я говорю, это какой-то серьезной политической составляющей, потому что, действительно, за эти четыре года экономика оказалась в тяжелом положении, вот Лавренов говорит им из-за войны и так далее и подобное. То есть он, да, политкорректен, да, ну и плюс новый человек. Я здесь четыре года, поэтому я во многом понимаю, что на войну пытались очень многое списать. Евгений Вячеславович, в начале передачи мы обозначили, что мы для наших телезрителей расставим какие-то ключевые маркеры, по которым можно будет оценить работу этих министерств в тех направлениях, о которых вы сейчас говорили. Мы сейчас говорим о чем? Вы можете выделить какие-то ключевые моменты, по которым наши зрители, наши избиратели, наши граждане поймут о том, что эта работа началась или она не началась? Поэтому ключевые критерии, которые необходимо сегодня отследить, первое, инвентаризация имущества государственных предприятий, второе, публичные отчеты государственных предприятий о финансовой деятельности, третье, упразднение тех постановлений, тех подзаконных актов, которые закрепляли монопольное положение за государственными предприятиями. Хорошо, отлично. Давайте пометим себе эти маркеры. Я так понимаю, что в следующих передачах мы сможем оценить эту работу, какая тенденция идешь во всех случаях. Нет, ну подождите, коллеги, здесь мнение одного человека, маркеры одного человека пока были. То есть я думаю, коллективно надо будет обсуждать этот момент и вырабатывать эти маркеры. Тут можно сказать о том, что мы, в принципе, с одной политической силой. У нас могут быть различные мнения, потому что тут есть позиция по ГП жесткая. Я вижу проблему в том, не в ГП я вижу проблему, мы обсуждали это, а в том, что это были, скажем так, ГП в кавычках во многом, которые работали на частника, которые их контролировали. Вот если ты просто предметно поспоряешь политической мишуры, ты поймешь, когда ты делаешь государственное предприятие, в него нужно вкладывать деньги. Государство, деньги только в одном случае есть. Это из бюджета. Если ты считаешь, что наш бюджет такой замечательный, что он может потянуть в государственный сектор, ты глубоко ошибаешься. Если мы говорим о большевиках, там единственное, что позволило... Это новая экономическая политика, все по этой части, мы дали возможность развиваться в тот период. Только ножницы цен были, и это позволило инвестировать. Мы сейчас не можем допустить ножниц цен, потому что сельское хозяйство в таком же глубоком... Сейчас речь в той же тесте звучала о государственной частном партнерстве, то есть это вполне приемливо, как мне кажется, на данном этапе развития. Хорошо, давайте по персоналиям. Давайте по персоналиям. Мне все-таки бы хотелось поговорить про Министерство доходов и сборов, потому что, продолжая тему Евгения Вячеславовича, большинство министерств, которые якобы приносили прибыль, учредителям или министерствам, которые были ответственны за это, там было почему-то фискальное министерство, министерство доходов и сборов. И все-таки было первое уже интервью министра, в котором он сказал несколько тезисов, с которыми мы как бы согласны или не согласны, об этом я хотела бы поподробнее остановиться. И потом были представлены шаги, которые будет делать министерство на ближайшие 6 месяцев. Об этом бы я, конечно, хотела бы чуть более подробно остановиться. Ну, что касается интервью, в целом интервью понятное. Многие наверняка его посмотрели, в том числе и мы. Есть момент, на который совершенно нас радует. Это то, что министр говорит, что пора заканчивать эту фискальную политику, жесткую по отношению к нашим предпринимателям. И наконец-то он в гражданке. Да, и, кстати, это очень многие отметили. И уже прошло то время, когда там нужно ездить с автоматами, с армией и собирать с предпринимателей налогов. Это очень радует, это хорошее начало. Также можно сказать, что временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики был подписан закон УПК, в котором, я уже об этом тоже говорила, о том, что финансово-экономической полиции, как такое подразделение, которое было и вооруженное, и оно было достаточно силовое, которое имело... Там танки были. Да, вот, то есть такого подразделения больше нет в республике. Вот, и я этому очень рада. Мы к этому очень долго шли, и добивались, и требовали. Ну, соответственно, у нового министерства такого подразделения нет. Теперь, что касается шагов на ближайшие 6 месяцев. То есть, вот первым сразу же, если я пометила пункт, о котором говорил Евгений Вячеславович, это анализ финансовой деятельности государственных предприятий, оценка их эффективности, а также возможность передачи их профильным министрам и муниципальным образованием. То есть, это такой... А есть уверенность, что, скажем так, через 2 месяца после выборов этот же человек останется на своем месте? Ой, Мирослав, я такое прогнозировать не могу. Это же все зависит от того, во-первых... А мы что знаем, кто новый глава будет? Ну вот, то есть, это все зависит от того, кто стал новым главой. То есть, на 2 месяца. На ближайшие 2 месяца давайте говорить. Опять же, это же заявлено, да. Вот. Ну, первое, что я хочу сказать. Ну, во-первых, анализ финансово-хозяйственной деятельности наверняка не МДС должно заниматься. Все-таки у нас есть вице-премьер. Сторонний аудит. Вице-премьер, которому поручен вообще весь финансовый блок и который будет заниматься там экономическим развитием. Вот это первое. Во-вторых, ну, понятное дело, что сейчас и тут нужно отдать должное и поблагодарить Дениса Владимировича, как только он занял эту должность, практически уже с сегодняшнего дня депутаты посещают Совет Министров, который, кстати, будет собираться достаточно часто, в отличие от того, когда он собирался... А он не президиумом, где тройка ЧК. Да, да. Когда он там собирался один раз в полгода, и было большое количество вопросов, да, то сейчас это будет практически там еженедельное мероприятие Совет Министров. Депутаты наконец-то получили доступ, чему мы очень рады. Вот. Я надеюсь, что все текущие вопросы оперативны, в том числе, как реализовать это. И у нас есть свое видение. Евгений Вячеславович не сказал о том, что у нас блока законодательства по поводу государственных предприятий и все то, что связано с этим. Вообще нет. Он писался, у нас есть наработки, но они все блокировались. И поэтому, конечно, депутаты готовы во всем этом участвовать. Нужно сказать о том, что мной лично было неоднократно делались запросы в том, чтобы вообще хотя бы как минимум разобраться, кому эти государственные предприятия принадлежат. Ну, в смысле, по министерствам. В реальности, да? Нет, ну, по министерствам, да, кто за них отвечает. Есть ли у них какой-то финансовый план, есть ли какие-то показатели. Кому-либо они вообще отчитываются для того, чтобы понять. Это мы обсуждали в одной из наших передач. Я тогда просто напомню, что нынешний министр, который остался, это Романюк Виктория Валерьевна, она как министр экономического развития предоставила информацию мне как депутату о том, что они даже не обладают такими данными. Такая интересная история. Но я надеюсь, сейчас как-то ситуация будет меняться. Это было для меня вообще просто поразительно. Но перейду дальше к шести шагам. Это мне понравится очень шаг. Это подготовка предложений по изменениям налогового законодательства, которые позволят упростить ведение бизнеса и создать комфортную, прозрачную, конкурентную среду. Ну, понятное дело, что, конечно же, это не полномочия министерства готовить изменения в законодательстве. Это все-таки прерогатива Народного Совета. И тут сразу же можно сказать о том, что таких предложений у нас было очень много. Просто они перестанут блокировать. Ну, я надеюсь на это. Как профильное министерство, как заключение свое. Да, мне бы все-таки хотелось, чтобы такие предложения больше готовили депутаты Народного Совета. Во-первых, это наши полномочия, а они как не органы в исполнительной власти. К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда такие изменения готовит само министерство, учитывая все свои какие-то желания. Желание, да, да. Ну, не только обогащаться, но в целом, да, выстраивание механизма. Вот хочу привести пример еще один. Это буквально здесь этого пункта нет, но я хочу его отдельно выделить. Добавляем его в наши маркеры. Вот это открытие и закрытие предприятия. То есть при руководителе министерства Тимофееве, да, мы связываем проблему о том, что закрыть предприятие вообще совершенно было невозможно. То есть достаточно сложная процедура, которая нигде не прописана. Вам там нужно было самому себе проверку заказать, вот и так далее. И, в общем, с этим возникало много проблем. И об этом неоднократно говорили о том, что вот эти показатели, которыми министр отчитывался в Народном Совете, что у нас там... 70 тысяч рублей. Да, да, да. И у нас там огромный... Люди, которые не могли закрыть, да? Прирост. Это просто люди не могли закрыть. Это первое. А второй момент о том, что их постоянно штрафовали. И даже глава был вынужден вмешаться оперативно. И был указ издан, что если вы не можете по какой-то причине долгий период времени закрыть свое предприятие, то вас не будут больше штрафовать. Но на самом деле это была уникальнейшая ситуация, дурацкая. Извините за такое выражение. То есть чтобы институционально просто только штрафовать, да? Да, то есть ты хочешь закрыть, ты не можешь закрыть. И еще постоянно ты вынужден ходить сдавать отчеты, потому что ты не можешь закрыть. И тебя еще не работающее предприятие штрафует. Буквально недавно с такой ситуацией сталкивался, обращался предприниматель, у которого больше полутора лет предприятие закрыто, а ему месяц назад выставили новый штраф. Но это пока только аванс? То есть надежда, что эта ситуация изменится? Здесь просто в направлениях нет этого. Хотя я считаю, что это очень важно. Потому что если говорить о каких-то показателях мировых, насколько инвестиционный климат предпринимательский в государстве положительный, то это один из показателей сразу же, насколько легко открыть, закрыть предприятие. Мы будем об этом говорить. Я думаю, что в этом направлении, конечно же, у нас есть такой проект. Он неоднократно рассматривался в народном свете, но мы сейчас его оперативно пересмотрим и в ближайшее время прям подадим. И я очень рекомендую министра, буду об этом говорить и на совете министров, и лично министру, в том, чтобы такой десятый пункт обязательно появился. Также я хочу сказать, что мне понравился пункт третий. Это разработка регламента проведения налоговых проверок предприятий для уменьшения давления на них многочисленными налоговыми проверками. Но тут вообще нужно сказать о том, что количество проверок всевозможными органами в государстве, мы это анализировали. Еще и общественные организации. Типа народного контроля. Да, очень большое. И практически предприниматели могут проверять весь год. То есть проверки не заканчивающиеся. И здесь мы такой... И уйти после проверки без выявления нарушений невозможно. Поэтому налоговое... То есть это парализовало работу, да? Вот. Нужно сказать о том, что еще в мае, если я не ошибаюсь, приходил к нам Павел Кубарев на фракцию. И такое поручение он нам давал, чтобы такой проект подготовить. Естественно, мы его подготовили. Проект о контрольно-проверочных работах. И я считаю, что и рекомендую это министру, и как депутат буду настаивать на этом, о том, чтобы сейчас это регулируется постановлением Совета Министров, эти контрольно-проверочные работы. Я все-таки буду настаивать о том, чтобы это было внесено в закон. Вот. Понятное дело, что такой проект я лично подавала, и он рассматривался, естественно, его блокировал. То есть там сроки, да? Сроки этих количеств? Да, не только сроки. Там вообще просто порядок проверки. То есть не так, что... Какие документы, как изымают? То есть пока это никак не регламентировано. Это регламентировано постановлением Совета Министров, но они постоянно туда изменения. А это была их хотелка, хотелка Министерства доходов и сборов. Я буду настаивать на том, чтобы это был в законе о налоговой системе. Почему? Потому что не важно, кто завтра станет министром доходов и сборов. Мы, в принципе, больше не допустим такой ситуации, когда такой важный момент, как проверки, не регламентирован. Владимир Владимирович, вас не смутило в том, что пока нет никакого заявления, что будет дальше с полезной нагрузкой? Да, я тут еще пару пунктов себе пометила. Это полезная нагрузка. И я вот дальше хотела перейти как раз еще к одному пункту. То есть что такое полезная нагрузка? Когда вы приходите в Министерство доходов и сборов, и об этом знают наши предприниматели очень хорошо. Да, и вам говорят, что вы должны вот, ну, вот... Все, полезная нагрузка, один и один. Все. Да, и все, да, и ты как бы и так далее. Ну, это вообще такая не очень хорошая практика, вот. Она незаконная. Ну, это прежде всего, да. Но, с другой стороны, если бы, как минимум, говоря предпринимателю о том, что мы вот как бы считаем, что у тебя плюс-минус вот такая нагрузка была, при этом потом считалось, что этот предприниматель добросовестный и больше у него не было проблем опять же с налоговой по проверкам и так далее, и так далее, то, может быть, это еще была бы хотя бы нормальная практика в этом ключе. То есть, если они хотят полезную нагрузку, нужен патент. Вводите патентную систему и забываем. А так, именно вот эта незаконная партия, которая и позволяла дальше кошмарить. Значит, вот я хочу перейти еще к следующему вопросу. Вот, он, собственно говоря, в этом же ключе, его неоднократно озвучивали. Это когда ты приходишь и говоришь о том, что я устроил своих сотрудников на минимальную заработную плату. А тебе говорят, нет, меньше 8,5 тысяч они у тебя получать официально не могут. Ну, все это знают, в налоговых практически во всех это постоянно озвучилось. Почему это привело в том, что ты приходишь, показываешь одного сотрудника, а 10 остальных работают незаконно? Возвращаясь к вопросу прожиточного минимума, нужно сказать о том, что интересные изменения произошли в блоке по социальной политике. У нас назначен новый вице-премьер Антонов. А сами министры, которые были в этом блоке, это министр социальной политики, образования, связи, ЖКХ, они остались. Культура. Да, культура, то есть все министры остались. То есть, я так понимаю, здесь уже, если будет векторное изменение, скорее всего, он будет исходить от вице-премьера. И поэтому тут же даю маркер, по которому мы будем отслеживать эту работу. Но, опять же, да, он от меня, так как у меня есть поданные законопроекты. И вот, возвращаясь к вопросу о том, что заставляли предпринимателей показывать 8,5 тысяч зарплату, да, как минимальную, которую там платили, да, возвращаясь к вопросу, который мы тут неоднократно обсуждали, это прожиточный минимум и минимальная заработная плата. То есть, это ключевые вопросы, на которые бы сейчас мне хотелось услышать позицию этого вице-премьера нового назначена. Владимир Николаевич, как человек достаточно компетентный, скорее всего, к этому придет, потому что это ключевой вопрос. Все остальное будет дальше связано, ну, для нас, например, очень для законодателей важно. Это, там, все штрафы, исходя из этого, все, там, соцвыплаты, исходя из этого будут и так далее. Это вообще никаких уровней жизни. Да. То есть, мы очень долго постоянно шатаемся с стороны в сторону, хорошо мы или плохо живем, потому что просто не имеем цифр. Да. То есть, это политический был вопрос, когда, скажем, не было принято решение все это, там, несколько лет. Ну, конечно, скрыть свою провальную экономическую политику Тимофей всячески блокировал вообще все, что связано со статистикой, все, что связано с законодательным регулированием уровня жизни. Поэтому, вполне естественно, это необходимо менять. Вот, поэтому, имея все заключения профильных министерств, они не менялись. Эти проекты я направила вице-премьеру для того, чтобы получить от него дополнительное его мнение по этому вопросу. И я думаю, как для нас и для многих наших телезрителей и граждан, это добавляем в маркеры, какая реакция будет на эти законопроекты. Собственно говоря, если перекладывать уже на язык предвыборный, то, понятное дело, что сейчас все будут обещать повышение заработных плат, повышение уровня жизни и так далее. Присоединяюсь к своему коллеге в том, что мы должны понимать, что повышение, к сожалению, цен никто не отменил, несмотря на то, что там Тимофеев нам обещал или не обещал, а то, что совет министров поменяли и не поменяли. Такое повышение цен, оно... Оно состоялось по факту. Оно состоялось по факту. Не только, и урожай на это, и так далее, и так далее. При этом нужно понимать, наша потребительская корзина, она какая? Минимальная. Если посчитать те продукты, которые необходимо купить на полках, ту одежду, ту электроэнергию, те услуги, которые необходимы, это сколько? И достаточно ли тех сумм, которые мы сейчас выплачиваем, на то, чтобы эту потребительскую минимальную корзину закрыть? Это важные вопросы социальной политики, и я считаю, что их нужно понимать. Будем надеяться, что вот этот кредит доверия, который сейчас существует, а викино, потому что это новые люди, новый совет министров, что он будет оправдан, и вот эти ключевые вопросы социальные, которые не решались, скажем так, на протяжении ряда лет, будут сейчас решены. Поскольку мы сейчас затруднили тематику социальной политики, и вот блок, скажем так, связанный и с моей спецификой системы образования, хотел бы отметить, что достаточно болезненный вопрос для наших высших учебных учреждений. Есть средства, которые находятся в специальном фонде. То есть Министерство финансов длительное время запрещало расходовать эти средства, кроме как там на погашение каких-то коммунальных услуг. То есть фактически какая интересная ситуация, когда тот же ВУЗ или научно-исследовательский институт зарабатывает с помощью своей деятельности определенные средства, но не может их ни на стимулирование работников направить, то есть ни на какие-то премии, ни на просто материальную поддержку, ни даже на развитие ВУЗа. То есть максимум на что можно, там, коммунальные услуги. Допустим, ВУЗ это одно. Для НИИ этот вопрос еще более острый, потому что с весны этого года была проблема. Не поступало достаточно количества средств на то, чтобы закрыть коммунальные услуги. И то есть если ряд не... У них есть этот спецфонд, то у других их нет. И это вопрос вообще сохранения нашей науки. То есть нужно переходить от балабольства, что образование наше все, к реальным действиям, которые смогут поддержать... Я надеюсь, что будут приняты нашим новым советом министров конкретные решения части сохранения нашей науки, части разморозки спецфондов, в том числе для стимулирования деятельности как ВУЗов, так и научно-исследовательских институтов. Хотя Матюшенко осталась, поэтому... Ну, ведь у нас, опять-таки, только что озвучили новая конструкция, и новый в Рио главы, и новый вице-премьер. Я переспал с этой мыслью, встал, думал, буду работать по-новому. Но мы сейчас озвучили эту проблему. Хорошо, давайте добавим это просто в маркер. Да. Ну что ж, уважаемые телезрители, а теперь мы переходим... Вопрос останется прежний, но у нас будет новый гость и новый блок тем. Уважаемые телезрители, мы переходим ко второй части нашей программы. Мы обсуждаем всю ту же тему, новый состав органов исполнительной власти, и к нам присоединился еще один участник, это Алексей Жигулин, председатель комитета по уголовному и административному законодательству. Приветствуем во студии. Добрый день. Фракция «Свободный Донбасс». Фракция «Свободный Донбасс». Ну, кому как не председатель фракции, знать. Не председатель движения, знать эти нюансы. Значит, сейчас мы поговорим, наверное, о правоохранительной системе в республике. То есть, в связи с теми изменениями, которые произошли в системе органов исполнительной власти, как вы видите дальнейшее развитие данной системы, насколько будут защищены права граждан, то есть, улучшится эта ситуация, что можно прогнозировать хотя бы на ближайшие, скажем так, два месяца до выборов? Ну, давайте так. С самого начала мы всегда говорили о том, что на территории нашей республики должна в конечном итоге выстраиваться собственная правовая система, которая, конечно, имеет иерархию и начинается все с Конституции. Конституция, как основной закон нашего государства, который должен, имеет нормы прямого действия, должен исполняться. В связи с событиями, которые происходили в нашей территории, можно предположить о том, что прокуратура, я делал по этому поводу заявление, прокуратура должна встать на истинный путь законности и осуществлять свои функции неукоснительно в рамках своей основной обязанности, надзор за соблюдением законности. Это было проявлено в том числе и внесением протеста в ответственный момент в Народный совет, когда прокурор в поддержку нашего заявления относительно, скажем так, незаконности назначения, временного назначения в Рио главы Трапезникова, внес протест и также поддержал такую позицию, собственно, в связи с чем и в Народном совете искалась новая юридическая конструкция для назначения исполняющей обязанности главы Дениса Владимировича Пушилина. И в этом смысле некая предпосылка есть, что прокуратура проявила такую активность и... Достряла от сна. Да, потому что надо сказать, что... Надо честно признаться, что на территории Донецкой Народной Республики вот в связи с некачественным законодательством происходят такие, прямо скажем, незаконные действия, которые не соответствуют конституционным нормам. Это связано, конечно, и с вопросами избрания мер пресечения на досудебном следствии, это связано с вопросами внесудебных задержаний, ну и целый ряд других вопросов. Дача санкций на проведение определенных следственных действий. Поэтому предпосылки к тому, что эта система должна выровняться и стать более качественной, есть. Тем не менее, хочу сказать, что предстоит очень много работы. И может быть, это не связано даже, как вы обозначаете, два месяца до выборов. В целом, очень много работы для того, чтобы выстроить нашу правовую систему. Почему нам нужна качественная правовая система? Утверждаю, что референдум, который произошел на нашей территории в 2014 году, в юридическом смысле он был нацелен на дальнейшее признание нашей территории. Ну, вряд ли люди, которые шли на референдум тогда, понятно, они шли с мыслью о воссоединении с Российской Федерацией, это, кстати, форма признания. Вряд ли они желали непризнанности нашей территории в дальнейшем, потому что непризнанная территория имеет значительные проблемы для того, чтобы коммуницировать с другими странами. И это даже обреченность. Ну, можно и так сказать, хотя я не считаю, что это такой смертельный диагноз. На нашем земном шарике существует порядка 120 непризнанных государств, и их количество растет, кстати говоря, из года в год. Существуют даже такие государства, которые имеют статус признанных, но уровень жизни в них ниже, чем даже в некоторых непризнанных государствах. Поэтому выстраивание собственной качественной правовой системы – это ключ к признанию. Нам необходимо, безусловно, двигаться вот в этом направлении. Понятно, что у нас вектор на развитие в пользу Российской Федерации, поэтому за основу надо брать, конечно же, ту систему, которая существует в Российской Федерации, ну и учитывать те особенности, которые складываются у нас на территории. Вот я это и хотел подчеркнуть, что предпосылки в принципе есть, но оценивать, насколько качественно будет работать сейчас Совет Министров, насколько будет качественно работать наш Генеральный прокурор, мы сможем только в определенном периоде. И, наверное, мы сможем такую оценку дать и до выборов, ну а потом уже будем смотреть, какие персонали останутся после выборов. Ну и в целом законодательному органу не надо привязываться к персоналям, я считаю, надо привязываться к вопросу системы. Строить общественные системы. Вообще необходимо привязываться к собственным программным целям и интересам граждан, несмотря на какие-то персоналии. Безусловно. Алексей Михайлович, ты выпускаешь, наверное, еще одну важную составляющую, это судебная система. То есть мы прекрасно понимаем, что это связка, и если говорить о какой-то ситуации, которая в некоторых моментах даже критическая, то там ответственность и на судебной системе. Кстати, и руководство судебной системы изменилось у нас. Изменилось, да. Изменилось. Ну, давайте так. Вот опять же, для рассуждения очень простой и понятный тезис. Экономика прямо коррелирует с уровнем правоохранения на территории. У нас достаточно замкнутая территория, и понятно, что экономика претерпевает дефицит инвестиций. Где у нас приток инвестиций в нашу территорию? И возникает вопрос, а кто будет вкладывать деньги в нашу территорию, если у нас нет на сегодняшний день, качественной судебной системы, качественного правоохранения. Поэтому здесь корреляция очень просто отследить ее. Смена руководителя Верховного суда. Ну, слишком мало времени прошло, чтобы дать оценку, какие вообще сейчас предполагаются изменения в Верховном суде. Но я хочу сказать, что мы фракционно всегда отстаивали, во-первых, трехуровневую судебную систему. Мы говорили о том, что совершенно по непонятным причинам у нас на протяжении существования собственной судебной системы не создается апелляционный суд, а как та инстанция, которая призвана не пропустить к вступлению в силу решений, приговоров, которые могут содержать судебную ошибку. У нас существует двухуровневая система. И, конечно, здесь нет четких аргументов, которые бы нам привели, почему же все-таки апелляционная система на двухуровневая, она выглядит вот так вот, Якубовский и его подчиненные. То есть вот эта вся двухуровневая система. Поэтому по понятным причинам апелляция не могла состояться, потому что она сузила полномочия просто председателя Верховного суда, который лично контролировал. Роль личности в истории, да, тут сонишь? Ну, так у нас очень много было под личность заточено. Очень много. Я думаю, это неправильно. Я думаю, это неправильно, потому что, опять же, возвращаемся к рассуждениям, надо строить такую систему, которая при смене руководителя не должна претерпевать каких-либо существенных изменений. В то же время эта система должна быть качественной. Приемственность курса. Да, именно так. Оценить деятельность председателя Верховного суда, ну, на протяжении буквально считанных дней невозможно. Скажем так, никаких предпосылок к реформированию сейчас в плане судебной системы еще не было заявлено. Мы видим, что вот в Министерстве юстиции уже какие-то начинаются разговоры о реформировании в части там нотариата. В Министерстве доходов и сборов было заявлено о том, что появилась какая-то стратегия. Хотя она достаточно так выглядит, на мой взгляд, примитивно. Я в целом считаю, что для того, чтобы строилась эта система, каждое министерство, каждый орган, прокуратура, суд, они ведь должны придерживаться некоторых концептуальных решений. И конституции. Конституции и концепции развития собственных органов. Ведь они строятся еще, они находятся в стадии становления. И хочу сказать, что, опять же, наша фракция на протяжении длительного периода мы совершенно серьезно и так комплексно обсуждали вопрос создания концепции. Концепции уголовной политики, включающей в себя, конечно, сферу. Вообще здесь слушания были. Парламентские слушания мы проводили, да. Мы предлагали в главе утвердить такую концепцию. И я считаю, что, собственно, с этого и надо бы начинать. Каждому новому министру, а может быть и тому, кто остался сейчас на своей должности, предложить и объяснить, какова ваша концепция развития той или иной сферы. Да, не говорите о каких-то кратросрочных пунктах, там, раз, два, три на три месяца, да. Говорить в целом. Потому что понятно, что есть масса ограничений. В правоохранении не хватает людей, не хватает и ресурсов, в том числе и денег не хватает для того, чтобы содержать большие штаты. А может быть, где-то не нужны большие штаты. Может, где-то надо посмотреть. Допустим, мы в своей концепции, уголовная политика, раскрывали вопрос оптимизации этой деятельности и предлагали варианты, каким образом можно оптимизировать существующие структуры. Поэтому, наверное, везде нужен такой системный, комплексный подход для... Но без реформ, я хочу сказать, что без реформ, очевидно, это тупиковый путь. Та существующая сложившаяся система, она должна претерпевать реформирование. И насколько новое правительство, ну, скажем так, немного обновленное правительство будет проявлять себя с реформаторской точки зрения, ну, посмотрим. Во всяком случае, наши стремления, они наши фракционные, наши стремления общественного движения, Салон Донбасс, они нацелены на то, чтобы реформировать существующие ситуации. Потому что проблемы, они достаточно понятны, их колоссальное количество, и надо с этим очень активно работать. Я хотел бы здесь добавить, Алексей Михайлович, вот, как мне кажется, совершенно точно, необходимо будущим руководителям Верховного суда и Генеральной прокуратуры дать сигнал обществу о том, что применение закона будет в точном соблюдении с Конституцией. Потому что за этот период времени, мое такое впечатление, очень много тех людей, которые являлись профессионалами в этой сфере, которые были и теоретиками, и практиками, они просто увидев в том, что здесь закон по большому счету никому не нужен, они уезжают отсюда. А без кадрового потенциала, то есть хороший юрист, это не просто человек, который два-три дня почитал книжку. То есть это серьезные люди. Это тоже не секрет. Именно этот факт, он загоняет, ну, знаете, как не то, что теряются интересы. Люди в депрессию просто уходят. Или уезжают. Из-за того, что, ну, это ведь совершенно неправильно. Поэтому этот сигнал необходим, необходимо, да, для того, чтобы в том числе и получить новый итог, возможный обратной. То есть приехали сюда люди. Поэтому этот сигнал должен поступить, потому что... Хорошо, сигнал в каком виде, то есть как вот эти органы наши правоохранители должны, то есть в каком виде это цель? Ну, вот самобичевания, возможно, нет, но подчеркнуть важность соблюдения Конституции, подчеркнуть важность гражданских прав и свобод, это, конечно, да. Для меня есть личный маркер, предположим, вот я как депутат, я на протяжении трех месяцев подаю жалобу как гражданин, чтобы ее приняли к рассмотрению в Ворошиловском суде. И вот на протяжении всего этого периода времени я получаю отписки. То есть я как депутат не могу добиться справедливости. Мои жалобы даже не принимают к рассмотрению. Поэтому по понятным причинам для меня это вот лично будет понимание того, что это необходимо. Я не сужусь там за какие-то собственные квартиры, я сужусь, пытаюсь обжаловать распоряжение городской администрации в части отчуждения коммунальной собственности. То есть вопиющий случай, когда судебная власть, зная, что я депутат, не принимает мои жалобы в части обжалования распорядительных решений. По формальным основаниям. По формальным основаниям. Знаете, это ведь вопрос, это как раз таки вопрос ручного управления. Понимаете, вот эту жалобу прямую, а эту непрямую. По каким-то там субъективным конъюнктурным интересам. Следует исключить такие факты и прокуратура, и судебная система, и правоохранительная система. Это ключ к выстраиванию. Ну, и институционально, если говорить, какие сигналы могут быть, то, конечно, повышение статуса адвоката, повышение статуса защитника, то есть и статуса социального, и его возможности в процессуальном процессе. Давайте так. Мы с вами прекрасно знаем, какое наследие оставил министр юстиции. Вот произошла отставка министра юстиции. А которую мы требовали еще несколько месяцев назад. Ну, у нас, собственно, с самого начала не сложились отношения с этим человеком. Потому что, по моему мнению, это, по сути, знаете, это предательство профессии. Предательство тех идеалов, которые закладываются еще и со школьной скамьи, и студенческой скамьи. Я говорю об образовании юристов. И в этом смысле уход министра юстиции, ну, нами воспринят, конечно, положительно. Потому что все инициативы, которые исходили и от парламента, и от депутатов фракции свободы Донбасса, они все торпедировались предыдущими министрами юстиции. Но уже был комментарий нашей коллеги, особенности Сильвана, по поводу того, что в новой министре юстиции некие положительные, скажем так, изменения, в том числе берут на вооружение, в том числе те, которые предлагались нашей фракции. Да, конечно, это изменения в части нотариата. Ну, потому что сложилась абсолютно тупиковая ситуация. Ведь существует закон, который принят изменения в законодательстве, в закон о нотариате, который говорит о том, что у нас должен создаться на территории исключительно государственный отряд, государственная форма нотариата. Но государство, очевидно, не справляется с тем, чтобы создать условия для существования такой системы государственного нотариата. Кроме того, у нас с горем пополам запустились частные нотариусы. И этот процесс тоже очень долго происходил. По непонятным причинам, почему он так долго происходил. Следствием этого являлось то, что был обвален рынок недвижимости, в том числе и по причине того, что нотариат не действовал. В том числе и это связано с проблемой, как следствие, у нас люди совершали сделки по украинскому законодателю, у украинских нотариусов. Это происходило довольно долгий период. Платили налоги в Украине. Воюющую с нами страну платили налоги за период существования нашего Министерства юстиции под руководством Елены Родомской. Понимаете, а сколько денег таким образом ушло в принципе в сторону воюющей с нами Украины? А сколько собственности перешло из одних рук в них совсем правильно? Ну, это здесь оценку даст, опять же, наша система правоохранения, что происходило. Но то, что мы видим на поверхности, это то, что бюджет Донецкой Народной Республики не получал колоссальные деньги от тех налогов, тех сборов, которые платятся при совершении сделок с недвижимостью. Эти деньги получала Украина. Я вот сейчас маленькую тюрьмашку скажу, она вот больше политическая, да? Ты, наверное, обратил внимание, как те люди, которые рвали на себе рубашки за Родомскую, за государственный нотариат, которые критиковали нас весь этот период времени, записывали проплаченные передачи с проплаченными дикторами, которые обвиняли тех людей, кто недоволен работа ЕРЦ, в том, что связенные провокаторы, как они за два дня, вот буквально за два дня, переобулись и уже говорят совершенно другие вещи. Вот я не профессиональный политик, но у меня это лицемерие, ну вот просто оно доканчивает. Я думаю, что лицемерия сейчас будет много. И в части вот такого переобувания, перестройки позиций, за которые отстали. Понимаете, у нас фракция имеет меньшинство в парламенте, ведь так. И по большому счету всю политическую ответственность за принятые решения до настоящего периода, может быть и после, ведь принимает на себя партия власти. И если сейчас будут качественные решения с позицией партии власти, мы будем это приветствовать, безусловно. А личностную оценку давать, вот насколько переобулся и так далее, ну... Самое главное, что позиция фракции не поменялась за всю эту... Позиция фракции не поменялась. Я бы хотел вспомнить вот эту многострадальную историю создания адвокатуры, ведь здесь можно провести некую параллель. Принимается закон в редакции, Министерство юстиции лоббирует изменения в этот закон, и после этого запускается институт нотариата или институт адвокатуры, но уже в совершенно ином виде, с поломанной логикой того, как она должна была создаваться. И с подконтрольным руководством. С подконтрольным, да. То есть знаете, как большинство контроль, контроль. В чем контроль? Зачем этот контроль? Для чего контроль? Адвокатура, так смысл существования адвокатуры это не контроль. Это возможность дать свободу защитникам, чтобы они могли профессионально исполнять свои обязанности. Тут как раз таки контроль надо исключать. Это международный стандарт. И если наше государство стремится к тому, чтобы не выполнять такие международные стандарты, не выполнять тот стандарт, который существует в Российской Федерации, в других странах, ну так тогда мы будем сильно отличаться, знаете, от других признанных государств. Какое уж у нас признание? Мы, получается, будем говорить с другими субъектами международного права на другом языке? Мы не достигнем так цели. Нам нужно придерживаться общепринятых международных стандартов. И получается так, что в нотариате, что в адвокатуре. Первоначальная редакция законов, они так или иначе соответствовали этим канонам. Но все было переработано. Из закона об адвокатуре при предыдущем министре юстиции были вычищены свобода, независимость адвокатуры. И сейчас она существует в каком-то, знаете, я бы сравнил это с некой такой телегой с поломанными колесами. Вот скрипит как-то, едет. Но это не адвокатура. Это имитация. Ну и на самом деле за кадрами оставалась долгая борьба с ней, потому что я помню, когда я пришел на одно из учредительных собраний в воскресенье, которое тогда собирала Родомская, меня не пустили вооруженные люди на это собрание. Родомская не подняла трубку, а потом убежала через задний ход. То есть это пример того, что осталось за кадром. То есть вопрос в том, что борьба была интенсивная. Да, по сути человек, обладая вот такими властными полномочиями, действовал в таких интересах. И ведь если вспомнить историю создания адвокатуры, изначально это были достаточно свободные выборы, проходило тайное голосование, присутствовало на конференции, которая была собрана 20 июня 2015 года. Почти 140 адвокатов, которые выполняли требования принятого закона в той редакции, которая действовала на тот момент. Потом, когда был избран орган самоуправления и председатель, и члены Совета адвокатов, мы обращались за регистрацией этого органа. Но, по сути, воля людей в тот момент была отвергнута. Мы получили отказ в регистрации этого органа самоуправления адвокатуры. Регистрация отказа где? В Министерстве юстиции, конечно. В Министерстве юстиции. А после этого пошла очень такая вязкая дискуссия с властью, с аппаратом главы, с министром юстиции, с Родомской. Ну и мы поняли, что абсолютно закрыты двери, абсолютно никто не хочет слышать людей, не хочет понимать простую логику того, что адвокатура должна существовать в нормальном стандарте международном. И, конечно, через систему создания квалификационной дисциплинарной комиссии, где превалирует представленность членов от государства, прокуратуры, чиновников. Да, по сути, создана такая система, которая позволяет на сегодняшний день контролировать абсолютно все адвокатское сообщество. Адвокат по своей профессии, он всегда идет против государства, он всегда отстаивает интересы своего подзащитного, он всегда указывает на те недостатки, которые совершают должностные лица государства, где происходит нарушение закона. Вот его профессия. А создается механизм, при котором, по сути, знаете, при особо активности, нивелируется, при какой-то активной позиции адвоката включается механизм, где его могут просто приостановить ему свидетельство, например, или лишить его свидетельства. Ну что ж, я думаю, пора уже подводить черту сегодняшнего обсуждения. Достаточно много тем мы, скажем так, сегодня обговорили. И понятно, что проблематика сохраняется, есть определенные надежды, есть определенный кредит доверия в связи с теми изменениями в органах исполнительной власти и подходами, скажем так, которые произошли. Будем надеяться, что дальше эта тенденция продолжится, и мы активно будем участвовать в том, чтобы ситуация в государстве нормализовалась. Что ж, спасибо нашим участникам. Уважаемые телезрители, с вами была программа «Патриотическая позиция». До свидания, до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok